И в начале в Оренбурге вновь пришла снежная стихия. Минувшую ночью из-за сильной метели и ветра пришлось перекрыть трассу Оренбург-Орск. Участок от поселка Краснощёково до поворота Нагай был открыт для движения только сегодня утром. Всего же в области было развернуто 125 мобильных пунктов обогрева. За помощью в них обратились полтора десятка автомобилистов. Тем не менее, не обошлось и без чрезвычайных ситуаций. Были некоторые оперативные события в Бугруслане, когда застрелили два автомобиля скорой помощи, пишущие на вызов. Наши подразделения оперативно отреагировали. Оперативная группа 25 пожароспасательной части прибыла на место. Из-за того, автомобили скорой помощи вытащили и они продолжили свое движение. Кроме этого, в Бузулукском районе сразу пять автомобилей съехали с трассы в Кювет. Причиной аварии стала плохая видимость. В результате ДТП пострадала 34-летняя женщина. Ее госпитализировали в центральную больницу Бузулука. А в Сулейлецком городском округе в снежный плен попал автобус, следующий из Киргизии в Москву. В его салоне находились 50 человек. Усилиями сотрудников ГИБДД и дорожников автобус удалось освободить из заноса и через полтора часа он продолжил движение. Между тем, снегопады и сильный ветер сохранятся на территории области в течение ближайших суток. По словам синоптиков, циклон, принесший в Оренбурже ненастье, медленно уходит на восток и основное количество осадков выпадет именно там. В областном центре же, начиная со среды, на смену метелям придет солнечная погода, а с ней вернутся и трескучие морозы. Пик морозов придется на конец рабочей недели. Среди недели будет наблюдаться облачная с прояснениями уже погода. Осадки будут очень слабые в отдельных районах области. Температуры воздуха упадут и ночные температуры будут составлять в пределах минус 28-32 градусов, а дневные температуры минус 18-23.